Друзья, всем привет! Меня зовут Макаров Максим, я гитарист, аранжировщик, владелец музыкальной студии MaxWave. В этом видео я сыграю для вас гитарное соло, после чего можно будет вместе разобрать каждую отдельную фразу. Я запишу на видео, покажу, как играть ту или иную фразу. И также прикреплю к этому видео гитарные табулатуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте теперь каждую отдельную гитарную фразу попробуем разобрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И все это с медиаторным флажолетом. После чего тэппинг, 17 лад. И в это время опускаем бэнд. После чего делаем просто медиаторные флажолеты вместе с резкой подтяжкой. Быстро натягиваем струну и возвращаем в исходное положение. Потом легата на третий лад. И так три раза. Следующая фраза уже поинтереснее. Тут даже не знаю, что можно прокомментировать. Просто сыграем медленно и думаю, глядя на табулатуры, будет все понятно. Еще бы вспомним, что я там играл. Здесь, я думаю, все понятно. Следующая фраза, сразу скажу, фраза не моя. Снял я у такого замечательного гитариста, как The Quilt. Смотрим. Ну, здесь тоже, я думаю, все понятно. То есть, просто надо посмотреть табулатуру и попытаться сыграть. Дальше. Дальше идет такой интересный риф. Для начинающих гитаристов, которые плохо играют переменный штрих, путают направление, то этот риф очень полезен в том смысле, что здесь правая рука постоянно двигается вниз-вверх. Независимо от того, играет ли она ноту или просто глушеную, ну, то есть, полостую ноту. Рука просто чешет туда-сюда. Дальше, вроде бы, казалось бы, идет простое соло, но на самом деле с небольшим подвохом. Все ноты, все длинные ноты, которые будут в следующую половину, в последней части звучать, они звучат, смещены, они смещены на одну восьмую. То есть, они все звучат на слабую ноту. Ну, здесь тоже, я думаю, будет все понятно просто, надо будет посмотреть табулатуру и попробовать сыграть. Проще даже, наверное, не разбираться в длительностях, не смотреть, не считать, где слабая, где сильная, а просто попробовать на слух запомнить эту мелодию и повторить, именно ритмически запомнить. Следующая фраза. Забыл. На самом деле, так быстро придумывал соло, что вот сейчас буквально приходится вспоминать. Ну, здесь тоже все просто, здесь легато. Вообще, на самом деле, обыгрывается просто аккорд. До. Дальше идет обыгрывание аккорда соль минор. Фраза очень такая простая. И после чего, мое любимое место. Здесь тоже, казалось бы, все просто, но идет, как бы, непостоянный ритмический рисунок. Идет. Ну, я думаю, вы тоже без проблем разберетесь, то есть ничего сложного здесь нет. Последняя, нет, не последняя, вру. Уже близимся к концу. Следующая фраза. Просто обыгрывание арпеджио соль минор. С помощью тэппинга, свипа. И далее переменный штрих. Потом триолями переменный штрих. Просто погоню. Дальше идет повтор. Опять же, повторюсь, я так быстро играл, придумал это соло, что сейчас, по-моему, сыграл немножко по-другому. Ну, в любом случае, в гитарной табулатуре будет все прописано, так, как я сыграл на видео. И последняя фраза, тоже тэппинг. Танцовка, тоже все достаточно просто. Фразы все простые, ничего сложного нету. Спасибо, спасибо за внимание. Надеюсь, какие-то фразы, может быть, кому-то пригодятся и даже останутся в багаже знаний, так скажем, и будут использоваться в дальнейшем. Спасибо. 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 Спасибо.